В Шемкенте домашний тиран на протяжении 16 лет жестоко избивал свою жену. Однако к ответу его призвала не супруга, а ее беременная сестра, которая тоже пострадала от его побоев. Да так, что ребенок появился на свет раньше срока и с тяжелым диагнозом. Сегодня бытовому насильнику вынесли приговор. Бахром Абдулаев расскажет, какое решение вынесут. Уважаемый сын, свою вину признаю полностью. Искренне жалею. Что-то получилось. Но на это у меня были обстоятельства. Я защищал себя, свою семью. Защищался мужчина якобы от нападок женщины на седьмом месяце беременности и ее матери предпенсионного возраста. Но пострадавшая Назмина Ташмуратова утверждает, что пришла в дом к зятю за одеждой сестры, которая налегке сбежала из дома после очередной порции побоев. Вот только вместо вещей Назмина получила удар в лицо. Все происходило на глазах несовершеннолетних племянников и сотрудников полиции, которых вызвали родные. Скандал запечатлен на видеожетон. У женщины открытый перелом носа, выбитые зубы, травма челюстью и сильнейший стресс. Значим наказание в виде ограничения свободы сроком один год. Высказываю, что членов окружающего пользу гражданского воиста Ташмуратовой за счет компенсации, Решение, по мнению Назмины, мягкое. Тиран отделался легким испугом. Беременную жизнь избить и только такое наказание. Естественно, не согласна я. И тем более у моего сына порок сердцем родился он. И все справки мы дали. Несмотря на этот, естественно, только как бы условно дали. Однако судья Махсат Мастаев уверен, подсудимый получил заслуженное наказание. При возначении наказания подсудимый суд учил обстоятельства, смягчающего его на ответственность и наказание, что подсудимый признал вину, ранее не судим, совершением преступления небольшой тяжести, а также отсутствия отечественных обстоятельств подделок. Также суд учил, что потерпевшие стороны сами пошли в дом для выяснения значения. Потерпевшие намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Одно радует, признает Назмина. Ее сестра развелась с тираном и забрала детей к себе. И пытается начать жизнь с чистого листа.